сейчас я нахожусь на охоте конец октября месяца и пользуясь случаем хочу рассказать о своем комплекте одежды ситка для охоты самые суровые условия сейчас на улице где-то около нуля может быть плюс один но вечером и ночью будет около пяти соответственно утрянки там 5-6 градусов минуса и уже нужно одеваться творится теплее значит для самых таких суровых охот самых холодных это осенний охота весенние охоты бывают иногда холодные я использую костюм borrow это штаны borrow куртка borrow и бейсболка hudson и еще есть у меня шапка borrow тоже теплая с утеплением но мне больше нравится бейсболки я пользуюсь в данном случае бейсболкой на руках у меня перчатки пантанал это очень удобные теплые перчатки также есть муфта муфта позволяет охотиться при этом манить то есть одна рука у вас постоянно в тепле находится вторую вы прячете в муфту но о перчатках и бейсболки и о муфте перчатки и бейсболки я расскажу чуть позже сейчас я заострю внимание ваши на костюме который в котором данном случае я одет значит костюм borrow в этом костюме я хочет весь этот сезон 2017 года одеваю его соответственно по погоде когда на улице 0 и ниже 0 можно использовать другие варианты одежды но чтобы избежать лишнего объема вещей каких-то слоев и прочую я одеваю только этот костюм значит что у меня находится снизу снизу у меня находится обыкновенное термобелье термобелье но не для самой активной и не для самой пассивной охоты то есть средний термобелье средний комплект термобелье соответственно у меня и под штанами одет это термобелье значит верхний слой этого костюма это мембрана гортекс утеплитель здесь идет прямолофт с пухом то есть видно про строчки внутри идет прямолофт перемешку с пухом утины по гусиной тут принципе разницы на нет ну суть в том что это курс очень легкая и вообще весь костюм очень легкий и мимо помимо того что у него есть а то анатомичный крой рукавов как вы видите есть изгиб у штанов есть изгиб и при том что он еще легкий не сковывает ваших движений в момент прицеливания и выполнение какой-то физической нагрузки наш капюшон у него также утеплен у этого костюма капюшон не не отъемный и если я сейчас одену курку очень хорошо облегает контур головы это очень важно при движении на лодке или где-то вы снегоходе может быть будет использовать этот костюм при движении то есть костюм облегает полностью голову при этом ветер вовнутрь не задувает ветер обтекает снаружи и если идут какие-то осадки как допустим сегодня на охоте у нас был снег он падал таял и вся вода стекает на козырек и соответственно стекает вниз то есть во внутрь к вам ничего не попадает это благодаря как бы пошиву и собственно мембране гортекс значит у этого костюма есть холодный карман на магнитике этот карман используется для того чтобы вы убрали лишние манки которыми вы не пользуетесь или наоборот при передвижении вы прячете сюда манки с подвеса есть два кармана также полухолодный полутеплый скажем так но они полностью влагозащитные защищенные карманы в этом кармашке лежит у меня значит резиночка перчаток и стандартно идет с костюмом протирка для оптики или для солнечных очков в этом кармашке ничего нет карманы полностью влагонепроницаем и значит есть два нагрудных таких ручных карман это теплые карманы внутри у кармана есть утеплитель в виде такого буфер флис или барбер флис как правильно называется то есть если вы голыми с голыми руками охотитесь вы период пока ждете на лед или период когда вы не маните не пользоваться манками вы можете одну из рук или две руки спрятать сюда и совершенно спокойно стоять спускаемся ниже есть два кармана которые значит погон кармана крепится на липучке и под магничен он также магнитики эти крепится сверху то есть у вас погон кармана не болтается когда карман открыт внутри у кармана есть усиление она выполнена вот в таком вот примерно цвете как у меня задняя часть штанов задняя часть куртки те места которые наиболее часто соприкасаются с какой-то поверхностью в эйдерсах будь вы или сидите в лодке или вообще находитесь в каком транспорте чтобы меньше всего была вероятность повредить мембрану соответственно эти места усилены также усилены вот эти вот карманы на куртке для чего они усилены в первую очередь для того чтобы вы сюда могли спокойно высыпать по пачке патрон карманы они объемные не плоские соответственно сюда пачка патроны сюда пачка патрон то есть никаких патрон тачи у вас нет вы спокойно берете от сюда патрон и вот мне есть несколько патрон путиной зари осталась у сюда а также можете положить те же самые перчатки не спокойно входят ну и в принципе есть также два тепло кармана с этой стороны на секции чуть ниже помимо то что есть два кармана здесь теплых утеплителем также есть утеплителем два кармана здесь если допустим вы стоите в коротких сапогах болотных то вы можете сюда руки убирать если вы стоите вейдерсов то вы можете сюда спокойно убрать ваши руки и они останутся тепле значит есть утяжки по поясу можно утянуть костюм снизу и также есть теплый внутренний карман для мобильного телефона такой кармашек он тоненький есть небольшая веревочка наверняка сюда можно закрепить какие-то ключи или еще что-то ценное что может выпасть собственно вот все карманы имеют такие веревочки удобно за веревочку схватил подтянул то есть не надо искать собачку ничего костюм не имеет никакого никаких колпанов то есть ничего у вас не болтается вы одеты скажем по фигуре и молния здесь также влаго защищенная то есть застегивая полностью воротник до вороту до конца вам здесь ничего не давит подбородок не натирает соответственно никакого раздражения нет и вся вода стекает ничего не попадает вовнутрь значит что хочу отметить сегодня допустим 1 утрянки мы охотились шел снег если вы обратите капюшон очень плотно прилегает голове если я опущусь на уши на шахте то есть у меня практически сюда не попадает ни воздух ни ветер ну и соответственно снег сегодня были очень сильно осадки и я остался полностью сухой помимо всех остальных карманов на левом предплечье есть небольшой кармашек который также закрывается на водонепроницаемой молнии он совсем небольшой этот кармашек пока я не разобрался для чего он нужен ну так предполагается на можно положить какой-нибудь запасной манок или зажигалку или еще что-то не знаю телефон сюда не влезет ну потом что кармашек есть для чего-то он должен был быть значит что у нас еще находится внутри внутри у нас есть два больших карманов примерно как на куртке для сноуборда для горных лыж сюда вы можете убрать положить очки положить перчатки ну те вещи которые могут должны находиться в тепле скажем и когда вам понадобится они будут у вас под рукой их они два совершенно одинаковые обеим сторонам куртка значит скурки я закончил сейчас на улице холодно быстренько на штанах вам расскажу про усиление куртки сзади я вам уже сказал задняя часть куртки она усилена более плотным материалом также он непромокаемый причем нижняя часть куртки она не утеплена то есть утеплитель заканчивается вот в этом месте где начинается камуфлированная ткань это очень удобно при охоте вейдерсы неопренных вейдерс сейчас такой сезон когда выйдут необходимы для того чтобы забраться в утины места значит ну как я сказал у меня снизу только термобелье хотя отсюда можно было одеть какой-то утеплитель виде жилеточки кельвин там на том же примоловки или вот просто оставаться в термобелье вот утром где-то было минус 3 с ветром со снегом на лодке я чувствовался комфортно значит резинки как и у всей линейки ситка они прорезиненные с внутренней стороны они не соскальзывают плеч имеют такую прорезиненную внутри текстуру как и обычно ситка обращает внимание на всеми мелочи то есть вот такие вот застежки все очень удобно здесь ничего не перекручивается потому что все в свободном вращении находится кстати сейчас сзади покажу как эти лямки выглядят чуть-чуть выше пояснице поднимается задней части седалища в дальнейшей части где-то вы на стульчике сидите там как я говорил в лодке значит здесь есть два кармана боковых они не утепленные только с внутренней стороны утеплитель также водонепроницаемые и по обеим сторонам молния до самого низа расстегивается сейчас растягиваем до самого низа то есть таким образом вы расстегнули как вы видите здесь также утеплитель пуховый смесь пуха с прималов там ну по визуально даже видно что костюм очень теплый насколько здесь все воздушное и очень тепло и при этом если вот таком виде я расстегнул я могу сесть за руль в машине и ехать в одной одежде то есть машине перед передвигаться там доход и до лодки и дальше застегнуть и передвигаться уже в теплом варианте этого костюма снизу также молния растягивается можно снизу расстегнуть причем здесь в нижней части никаких утяжек нет здесь просто стоит кнопочка и нижняя часть прорезинена то есть ничего такого здесь нет если необходимо убрать сапоги то нужно немножко подворачивать станины значит есть также два накладных кармана эти карманы уже идут просто на кнопках внутренняя часть у них не усиленная соответственно сюда патроны можно класть но лучше их класть в этих карманы значит две кнопки всего внутренние кнопки снаружи не видно ну все наверно по карману задней части 2 боковых и 2 на коленях карманы здесь в этой части идет фиксация за счет кнопки и молнии молнии двухсторонние то есть можно снизу расстегнуть оправить нужду можно сверху расстегнуть при одевании или переодевание костюм легко одевается снимается я даже молнии не пользуюсь ну собственно наверное сейчас еще о манжетах пару слов вам скажу что касается манжет значит манжета очень надежный вообще на всех костюмах которые у меня есть выпал который выполнен из гортекс у них нижняя часть манжет прорезинена внутренние опять же утеплитель из флиса который соприкасается с запястьем и очень приятно в общем то и складка собирается вот эта складка она не давит вам на кисть соответственно очень комфортно и удобно и самое главное что у меня было несколько уже костюмов до того пока я не перешел на ситку и все эти манжеты через полгода активные а я активно пользуюсь одеждой для охоты на водоплавающие они приходят в негодность они сопливаются расти растряхиваются и в общем тут трескаются ну пока с этим проблем у меня не было так что если вы охотитесь на водоплавающую птицу или просто охотитесь какую-то дичь тех условиях где вам нужен именно такой цвет камуфляжа то я вам рекомендую именно этот комплект одежды для самых суровых и холодных условий охоты самое главное на охоте это залог здоровья тогда мы сможем долго и уверенно охотиться всем пока впереди еще обзоры на другие вещи из теплой коллекции для охоты на водоплавающих